Ситуацию вокруг коронавируса обсуждаем сегодня. Это главные новости. С вами Ирина Субеева. Здравствуйте. Гость нашей студии сегодня Наиль Магдеев, мэр города Набережной Челны. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. И вначале я предлагаю оперативную информацию по количеству заразившихся на сегодня. В Татарстане, по данным на сегодняшний день, за все время превысило отметку в 2000 человек. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе республики. За минувшие сутки было выявлено 84 новых инфицированных COVID-19, что больше, чем днем ранее на 23 человека. За все время вирус унес в жизни семи татарстанцев. По показателям заболеваемости, наша республика опережает соседние регионы. Всего же в России за сутки было выявлено свыше 10,5 тысяч инфицированных. Наиль Гамбарович, у меня первый вопрос. Какова ситуация по заболевшим коронавирусом сегодня в Набережных Челнах? И какова готовность больницы к данной ситуации и врачей? К сожалению, ситуация по городу Набережные Челны тоже довольно сложная. Зарегистрировано 295 случаев заболеваний. В стационаре сегодня находится 107 человек. На дому 123 человека. Замечу, выздоровело уже 62 человека. Это более 20% от заболевших. И, к сожалению, мы потеряли трех человек. Но с учетом всех тех заболеваний сопутствующих, которые были у наших граждан. В настоящее время мы смогли развернуть 525 коек в стационарах. Это инфекционная больница, вторая горбольница и госпиталь для ветеранов войн. Средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, аппараты искусственной вентиляции легких. Все в полном объеме, в лечебных учреждениях. Я имею в виду и вторую горбольницу, инфекционную больницу. И госпиталь для ветеранов войн развернуты. Каких-то форс-мажорных обстоятельств для того, чтобы оказывать высококвалифицированную необходимую помощь, в городе нет. Город работает. Медицинского персонала достаточно. Еще раз повторяю, лекарств достаточно. Идет плановая работа в связи с той ситуацией, которая сегодня складывается. В Татарстане сейчас объявлен масочный режим. Без масок и перчаток выходить нельзя. Татарстанцы только привыкают к новым правилам. И вот теперь не то, что в магазин за продуктами, даже во двор на прогулку без средств защиты не выходят. За нарушение таких требований штраф. Я предлагаю посмотреть репортаж, как такой масочный режим соблюдается в набережных челнах. Одними из самых популярных мест посещения, безусловно, являются продуктовые магазины. Входить в них без масок и перчаток запрещено. За этим должны следить представители торговых точек. В рейд по магазинам мы отправились в первой половине дня. Людей было достаточно много. Так, в магазинах одной из популярных сетей приняли решение выдавать маски и перчатки самим. Контролируем администраторы и кассиры, не пускаем, перчатки выдаем сами и маски тоже одноразово выдаем. Мы сами делаем салфеток руланных и выдаем. К сожалению, видеть маски мы не смогли. Их отсутствие администратор объяснила тем, что они закончились с вечера, а привезти новые еще не успели. В магазинах других популярных сетей мы не нашли такого же примера. В одних без масок не пускают, в других не обращают на это внимания, аргументируя тем, что не могут уследить за каждым. Если к маскам большинство людей привыкли, то с перчатками пока сложнее. В автобусе, в общественном транспорте, естественно, в маске. То есть, ну, просто вот бывает перчатки оставляем. Не привыкли еще к перчаткам. Я прихожу, сразу обрабатываю, и так только мою хозяйственное мыло. Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева объяснила, что перчатки можно использовать любые, какие есть у гражданина. Этот мужчина не растерялся, не найдя и подходящие медицинские перчатки. Нет, а где вы их возьмете? И тем более мою руку. Они рвутся сразу. С разрешением прогулок на улице стало больше людей с детьми. На них тоже должны быть средства индивидуальной защиты. Он маленький, снимает, не хочет одевать. Да, носит спокойно. А сколько лет ребенка? Четыре с половиной. Ну, она же видит, что по телевизору происходит. Слышит, она знает. О, коронавирус, когда он закончится. Надо надеть. Правоохранительные органы ежедневно проводят рейды по выявлению нарушений масочного режима. Так, за первый день послабления режима ограничений было составлено 225 протоколов по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. Сотрудники полиции напоминают, что в общественных местах маска должна быть на лице. Если она в кармане или сумке, это нарушение. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Новости Татарстана. В нашей группе ВКонтакте мы сегодня задаем следующий вопрос. Когда вы начали носить маску, 47% опрошенных нами сообщили о том, что они начали в апреле ее одевать. В мае 7%, вчера начали носить маску 6%, посетители нашей группы ВКонтакте. Но они носят 35%. Наиль Гамбарович, что вы можете сказать тем 35%, которые не носят маски? Я бы сказал известную историю. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Наша судьба и наше здоровье в наших руках. Да, безусловно, с 12 мая внесены изменения в постановление правительства Республики Татарстан. Я могу сказать, что от режима, наверное, самоизоляции мы перешли в режим самосохранения. Поэтому от того, как мы будем себя вести в общественных местах, на рабочих местах, зависит жизнь, самое главное – жизнь и здоровье не только тех людей, которые сегодня используют маски, но и тех людей, которые находятся вместе рядом с нами. Вот те 295 случаев, которые мы сегодня имеем, большинство из них – это не завазные случаи, это контактные больные, которые, к сожалению, получили эту болезнь в результате контактов в общественных местах, торговых объектах. Поэтому наша с вами задача, еще раз, мерами определенными принуждения, в том числе не только разъяснения, сделать так, чтобы люди смогли обезопасить себя и своих родных и близких, и коллег по работе. Другого мир на сегодняшний день не придумал. Ни Китай, ни Соединенные Штаты Америки, ни просвещенная Европа нет других инструментов, как режим самоограничения, самосохранения в данной ситуации. Поэтому маски, перчатки, то, о чем неоднократно говорит президент нашей республики Рустам Нургалевич Мениханов, сегодня необходимость. И не от хорошей жизни сегодня наши правоохранительные органы, им что, сегодня делать нечего, что ли? Они отвлекаются основной своей работой и проводят рейды в общественных местах для того, чтобы еще раз людям подсказать, указать, предупредить о том, что маски просто необходимы. Ну вот вместе с масочным режимом одновременно в Татарстане проходит первый этап снятия ограничений. Как он проходит в Набежных Челнах? Ну напомню, что город Набежные Челны – это крупный промышленный центр Российской Федерации и Республики Татарстан. Даже на первом этапе город Набежные Челны продолжал работать. Я имею в виду публичное акционирование общества КАМАЗ и предприятие единой технологической цепочки. Мы ни на один день не останавливали наш строительный комплекс. Мы ни на один день не останавливали наши транспортные компании, которые работают и по России, и по всему миру. Напомню, что в городе Набежные Челны крупнейшие транспортные компании, такие как Делка, Лигер Транс, где более полутора тысяч грузового транспорта, и все это работало для республики, для города и для страны. Да, с 12 мая есть определенные, еще раз говорю, инструменты, в части того, чтобы снять определенные ограничения. И у нас сегодня порядка 90% предприятий уже работают. Не работают предприятия общественного питания, крупные торговые центры. Остальное все работает, как сегодня в совещании, на заседании Кабинета Министров Республики Татарстана Руслану Олеговичу сказал. Тот, кто хочет работать, возможности есть. Поэтому необходимо сегодня уже работать, раскрывать экономику. Ну и, естественно, если будет работать экономика, будут средства для того, чтобы жить и работать. Другого пути у нас сегодня нет. Необходимо раскручивать экономику в таком крупном промышленном центре, как город Набежные Челны. А что с городским транспортом? Удалось ли восстановить все маршруты? Хватает ли автобусов? Я бы обратился, Ирина, к цифрам. Вот до ограничений у нас ежедневно перевозилось 132 тысячи пассажиров. 72 тысячи автобусами и 60 тысяч перевозилось трамваями. Период ограничений, я имею в виду 11 мая, у нас автобусами стало перевозиться из 72 тысяч всего 9 тысяч пассажиров. А трамваями из 60 тысяч перевозилось 15 тысяч. Что на сегодняшний день? Автобусами перевозится 27 тысяч, трамваями 29 тысяч. То есть до ограничений мы перевозили 132 тысячи пассажиров. Сегодня перевозим только 60 тысяч пассажиров. То есть пассажиропоток пока не восстановился. Это половина практически, чуть менее половины того, что было до ограничений. Соответственно, определенные есть финансовые потери у наших перевозчиков. Я имею в виду и трамваев, и автобусные перевозки. Но пока будем наблюдать, в случае необходимости, безусловно, будем оказывать помощь и поддержку нашим перевозчикам. Они выполняют не только транспортные задачи, они являются еще и выполняют социальные задачи по перевозке наших пассажиров. Пассажиропоток увеличится за счет того, что ряд предприятий потихоньку уже сегодня вышли на плановый режим работы. Мы надеемся, что к концу мая, начало июня пассажиропоток в городе Набережные Челны восстановится. Как сегодня работают крупные предприятия и что на сегодняшний день сделано в Набережных Челнах для поддержки бизнеса? Крупные предприятия, как я уже сказал, работают в большинстве своем плановом режиме. И КАМАЗ, и картонно-бумажный наш комбинат имени Сергея Павловича Титова, и строительный комплекс. Что касается поддержки наших системообразующих, градообразующих предприятий, есть несколько инструментов и документов, которые этот порядок регламентирует. Я имею в виду постановления, принятые на уровне правительства Российской Федерации, в которых расписаны инструменты, куда нужно обращаться, какие меры предприятие и организация может получить. Есть ряд документов, которыми мы руководствуемся по постановлению правительства Республики Татарстан. Есть ряд документов, которые сегодня подготовлены муниципалитетом. По разным уровням есть определенные уровни поддержки. Поэтому сегодня бизнес работает и с нашими банками. В части отсрочки уплаты платежей в банки, в части получения кредитов под заработную плату. Муниципалитет сегодня пошел на то, чтобы отсрочить арендные платежи за муниципальные имущества и за муниципальные земли. Сегодня готовится вопрос для рассмотрения на сессии городского совета с тем, чтобы снизить налоговую нагрузку для предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в части уплаты определенных местных налогов. Все эти, безусловно, меры поддержки, на мой взгляд, окажут определенное влияние на состояние экономики нашего города. Но, на мой взгляд, на эти определенные преференции, пособия всю жизнь прожить будет невозможно. Нужна работа, нужна реальная продукция для того, чтобы эту продукцию можно было бы реализовать. Поэтому, в данном случае, все те меры, которые предлагает и правительство Российской Федерации, и правительство Республики Татарстан, и муниципалитет, это временные меры. Где-то отсрочка, где-то обнуление налогов. Но самое главное, на мой взгляд, нужно запустить, еще раз говорю, экономику. Экономика должна заработать, должен появиться реальный продукт, реальные услуги. И тогда только можно будет рассчитывать на то, что мы сможем в определенное время, в определенный период восстановиться. А есть ли на сегодняшний день данные по людям, потерявшим работу? Такие данные, к сожалению, они есть и они увеличиваются. Если до введения всех этих мер по ограничению мы имели довольно низкий уровень безработицы, по состоянию на 1 января 2020 года у нас уровень безработицы был 0,45%, и безработных было чуть более 1200-1300 человек, то за последнее время уровень безработицы увеличился до практически 3%. Из 1300 безработных у нас сегодня зарегистрировано уже 8233 безработных. Но понятно, промышленный город, многие предприятия сегодня по соглашению своих работников уволили, и у этих работников есть возможность получить федеральные средства через кадровый центр России по линии безработицы, я имею в виду 12 130 рублей. Этим, безусловно, предприятия воспользовались. Если разрешено, то не запрещено. Но я думаю, что, и мы это видим, что большого освобождения работников нет. Мы думаем и надеемся, если предприятие восстановит режим своей работы, то эти работники, 8 тысяч с лишним, безусловно вернутся на эти предприятия. Сегодня самое ценное для предприятия все-таки кадры. И поэтому я думаю, что предприятия этими кадрами дорожат, они, безусловно, вернутся. Сегодня сумма, если говорить, выполненных средств по безработице составляет более 60 миллионов рублей. Максимальное пособие о том, о чем я говорил, это 12 130, у нас в городе получило 2049 человек на сумму более 12 миллионов рублей. Кроме этого, пчелницы смогли получить пособие на детей. Я говорю о сумме 3000 рублей. Их сегодня у нас 1052 родителя. Работа в этом направлении идет. Обращения в адрес кадрового центра России продолжают поступать. Мы активно по этому вопросу работаем. И если можно, тоже коротко, как работают волонтеры? Удается ли помогать с продуктовыми наборами? Вот в этом направлении как ведется работа? Значит, волонтеров у нас сегодня в городе около 400. Мы активно работаем не только в рамках той программы помощи рядом Ярдам Янаша, инициированной президентом Республики Татарстан. Рустам Нургалеевич Минихановым напомню. В первую волну мы получили более 6000 наборов. Плюс эти 400 практически волонтеров смогли не только раздать продовольственные наборы от президента Республики Татарстана Рустам Нургалеевич Миниханова, но и раздать наборы, которые сформировали наш бизнес, депутаты «Единая Россия» от городского совета. Таких наборов оказалось тоже более 6000. То есть и муниципалитет, и крупный, и малый, и средний бизнес в стороне от тех жизненных проблем, от тех вопросов, которые возникли, мы сегодня не стоим. Эта работа продолжается. Предприятия, коллективы, частные лица сегодня оказывают помощь и поддержку всем тем категориям граждан, которые оказались в этой ситуации. Увеличилось количество обращений по оказанию продовольственной помощи. Но в каждом конкретном случае мы рассматриваем ситуацию, будем говорить, отдельно. Анатолий Гомбарович, у нас буквально минута до конца эфира. Жизнь продолжается. Я не могу не задать на наш взгляд важный вопрос. Мы готовимся отметить столетие Таи СССР. Как в городе будет проходить праздник? Как челнинцы отметят эту дату? Столетие образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики безусловно очень важная дата в жизни и город Набежные Челны. Одним словом, я хотел бы, чтобы мы эту дату отметили ударным трудом. Город Набежные Челны, город промышленный. Будет работа, будут заказы, будет и праздник. Безусловно, все те мероприятия, которые намечены, я имею в виду культурные, спортивные, массовые, они в условиях самоизоляции будут с поправкой проводиться. Но я думаю, что ситуация улучшится. И мы все те планы, которые для себя наметили по проведению столетия образования Таи СССР, безусловно, проведем на самом высоком уровне. Настроение хорошее, рабочее. Я думаю, что все поправится. Наиль Гамбарович Макдеев, мэр города Набежные Челны, был сегодня гостем нашей студии. Это была программа «Главные новости» Ирина Субеева. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова